МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского района. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Начался прием заявок на соискание губернаторской премии «Наша Подмосковья». Если в прошлом году премии получили 2018 человек, то в этом году премий всего будет лишь тысяча. Необычный урок по правилам дорожного движения прошел в детском саду «Колокольчик». В Московской области стартовал проект «Лето в Подмосковье». Пройдет концертное мероприятие с поздравлением наших старожил с семейной жизнью. Дан старт приема заявок на соискание губернаторской премии «Наша Подмосковья». Она присуждается за уже реализованные или реализуемые в настоящий момент социально значимые проекты, направленные на развитие Московской области. Каковы условия участия в премии в этом году и как стать соискателем? Разбирался Максим Козлов. Вечерние наряды, аплодисменты, улыбки и заветные дипломы о получении премии губернатора «Наша Подмосковья». До всего этого соискателям необходимо пройти нелегкий путь. Цель премии – поддержка и поощрение социальной активности и проявление гражданской позиции жителей Подмосковья. За шесть лет проведения конкурса в нем приняло участие более 230 тысяч жителей Подмосковья. От Ленинского района на соискание премии было направлено порядка двух тысяч социально значимых проектов. 271 житель района был удостоен звания лауреата. Призовой фонд составил 21 миллион рублей. Каждый год условия получения премии менялись, не стал исключением и год нынешний. В этом году изменено количество лауреатов. Если в прошлом году премии получили 2018 человек, то в этом году премий всего будет лишь тысяча. В том году премии были разные по своему размеру – 55 тысяч, 155 тысяч и далее. В этом году кардинальное изменение в этом. Все премии, тысячи премий будет по 180 тысяч рублей. Кроме того, проекты будут соревноваться не по количеству участников в инициативных группах, а по номинациям. В этом году предполагается четыре номинации – «Экология», «Творчество и духовное наследие», «Волонтерство и благотворительность» и «Прорыв». Подать заявку необходимо онлайн на сайте премии. Все устроено так, что сделать это сможет даже очень неопытный пользователь. Для этого необходимо зайти на сайт нашей-подмосковья.рф и зарегистрироваться. А дальше действовать по подсказкам. Но если и это для вас сложно, на территориях городских и сельских поселений организовано 9 консультационных пунктов. Там помогут составить заявку, отсканировать документы, дадут необходимые консультации. Ольга Вавилова – член Общественной палаты района, волонтер и руководитель ряда благотворительных проектов. Уже в четвертый раз она будет принимать участие в премии «Наша Подмосковья». Два раза Ольга становилась лауреатом. Для тех, кто решил попытать свои силы впервые, опытная участница объясняет, что в проекте главное. Обращая внимание на охват проекта, на контингент, который рассчитан на проект, важно, возможно ли этот проект масштабировать и делиться с коллегами из других районов. Важно, насколько насыщена деятельность. То есть это не разовый какой-то проект, а действительно проект, который может развиваться из года в год. Соискателями премии могут быть граждане России, достигшие возраста 18 лет, имеющие постоянную или временную регистрацию на территории Московской области. Прием заявок на соискание премии продлится до 4 августа. Затем второй этап – презентация проектов. В Ленинском районе это мероприятие традиционно проходит в Дворце Спортовидное. Во время презентации необходимо рассказать о своем проекте в специальной комиссии, ответить на вопросы. Участие в презентации обязательно. Следующий этап – оценка проектов. Она будет проводиться членами экспертного совета по присуждению ежегодных премий губернатора Московской области «Наша Подмосковья». Чтобы пройти этот этап, стоит хорошо подготовиться. Я бы всем рекомендовала очень внимательно отнестись к заполнению раздела на сайте премии документы, подтверждающие реализацию проекта. Я бы рекомендовала всем подготовить письма, рекомендательные, от органов местного самоуправления, от каких-то сообществ людей, может быть, рекомендательные письма от участников проекта или от тех людей, на кого был направлен этот проект. По итогам оценки проектов на торжественной церемонии награждения будет объявлен полный список победителей конкурса на соискание премии «Наша Подмосковья». Произойдет это в ноябре. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. 3 июля ГИБДД отмечает день рождения. Самым лучшим подарком к этому дню для инспекторов группы пропаганды безопасности движения о ГИБДД по Ленинскому району, которые часто работают в школах и дошкольных учреждениях, стал необычный урок. Он прошел в детском саду номер 25 «Колокольчик». Наш корреспондент Татьяна Брылова расскажет, как малыши изучают столь необходимую в наше время пешеходную грамоту. Откуда могут знать правила дорожного движения сказочные персонажи Баба-Яга и Кащей Бессмертный, которые, можно сказать, впервые вышли из леса, вернее, выехали на самокате? Баба-Яга, это зебра. Зебра! Это что за зебра в городе? Что за зверь такой? Но ребята детского сада номер 25 «Колокольчик» были готовы не только рассказать невеждам о том, как нужно передвигаться по городу на двухколесном транспорте, но и показать. Шестилетний Демид Дживолуга, кстати, как и многие его сверстники, катается еще и на двухколесном велосипеде по городу исключительно с родителями. Когда мы с папой идем в садик, я всегда перехожу дорогу, сначала не прям выскакиваю, я смотрю налево и направо. В каждом детском образовательном учреждении изучению правил безопасности на дороге уделяется большое внимание. Подобные уроки, викторины и другие формы занятий используют в работе с детьми педагоги. Но в 25-м детском саду решили шагнуть дальше. Мы решили в нашем детском саду организовать отряд юидовцев, так же, как и в школах. Мы решили с детского сада это все сделать. И в сентябре будем проводить большой семинар-практикум на район, делиться своим опытом. А поделиться есть чем. Каждое конкурсное задание было направлено на закрепление каких-либо знаний правил дорожного движения, в том числе и дорожных знаков. В 5-6-летнем возрасте, говорит инспектор по пропаганде дорожного движения Ирина Чекмарева, ребята уже должны многое знать. Немножечко делаем акцент на светофорах, какие светофоры регулируют движение автомобилей, какие регулируют движение пешеходов, где именно нужно переходить проезжую часть, какие дорожные знаки при этом используются. Для того, чтобы ребята дошкольного возраста лучше усваивали различные знания и навыки, педагоги активно используют игру, а также им помогают различные сказочные персонажи. Сегодня к ребятам пришел светофор. Светофор предложил игру, которая стала кульминацией всего праздника. Соблюдая правила, участники дорожного движения изобразили в миниатюре городскую ситуацию. Юные пешеходы и водители отлично справились со всеми заданиями, за что и получили в подарок светоотражающие наклейки, которые им пригодятся в темное время суток. Татьяна Брылова, Александр Будников, Ольга Садовская, Видное ТВ. В один из летних дней будничный ритм работы Центральной библиотеки нарушила необычная акция «День сюрпризов». Традиция дарить небольшие подарки без особого повода зародилась в Европе. Вот и в России праздник находит свое применение. Подробности в сюжете Арсения Рогозянского. Возьми книгу, получи подарок. В Центральной детской библиотеке состоялась необычная акция «День сюрпризов». Каждый, кто пришел получить книгу в детскую библиотеку, может получить небольшой подарок. Многие ребята на летних каникулах стараются найти время для книг. В школах дают список литературы, который полностью нужно прочесть. Валерия Брусницкая только закончила младшие классы. Интерес к чтению, несмотря на юный возраст у девочки, неподдельный каникулярную программу она закрывает полностью. Пришла в библиотеку, чтобы книжку взять о том, что здесь ее ждет сюрприз, Лера даже и не догадывалась. Я очень люблю читать, потому что это интересно, это развивает тебя. Поэтому мне нравится ходить в библиотеку. Нарек Меликян тоже пришел за книгами. Мальчик – постоянный гость библиотеки. О поощрении он тоже не догадывался. Однако получить двойное удовольствие в виде книг и небольшого подарка всегда приятнее. И то, и то хорошее. Но читать книги, наверное, будет лучше. Интересные акции в библиотеке не редкость. Своей незаурядностью они и читателей радуют, и сотрудников библиотеки отвлекают от рутины. Ведь, как водится, такие мероприятия включают в себя небольшой интерактив. Акции бывают разные. У нас, например, будет скоро акция «Любишь ли ты загадки?». То есть дети будут приходить и отгадывать загадки. У нас будет акция «Поздравление семья к Дню Петра и Февронии». Тоже очень интересная акция мы готовим. У нас будет о героях Курской битвы. То есть о готовщине Курской битвы тоже интересная акция. Ну и много других. Ну а неожиданные сюрпризы – самые запоминающиеся. И пусть это просто конфетка. Главное – сам элемент неожиданности. Арсений Рогозянский, Александр Будников, Елена Кошелева. Видное ТВ. И еще об одном проекте, который стартовал в регионе. Это «Лето в Подмосковье». В Ленинском районе баннеры в характерной зелено-белой гамме можно увидеть на культурных и спортивных объектах, на остановках и общественном транспорте. О проекте и о том, что интересного ждет жителей муниципалитета этим летом, расскажет наш корреспондент Екатерина Борисова. Лето в самом разгаре. И хоть многие разъехались по дачным участкам, тем, кто остался в городе, скучать уж точно не придется благодаря программе «Лето в Подмосковье». Проект «Лето в Подмосковье» стартовал в июне этого года. Это логичное продолжение зимы в Подмосковье. Так назывался его первый этап. Главная задача проекта – привлечь регион туристов, а также показать жителям области и ближайших населенных пунктов, сколько всего интересного есть буквально у них под боком. С этой целью были разработаны сайты welcome-most-reg.ru и letoreama.ru. Это интерактивная платформа, сайт, на котором все желающие могут получить в формате онлайн информацию, где какие парки располагаются, какими мероприятиями они наполнены. В общем, сформировать свой выходной день таким образом, знать, где и когда ты сможешь отдохнуть, в каком ближайшем муниципалитете и куда поехать. Июль – традиционно самый тихий месяц для городских парков и общественных пространств. Но, несмотря на это, скучать видновчанам не приходится. Самое ближайшее мероприятие в Центральном парке пройдет уже в эту пятницу. Здесь, возле нашей замечательной сцены, День семьи, любви и верности, пройдет концертное мероприятие с поздравлением наших старожил с семейной жизни. Вполне возможно, что будут молодожены, которые будут расписываться в это время. Так что будет интересная программа с 16.30 до 18.30. И здесь будет большой праздник с мастер-классами, интерактивными зонами для детей. Так что приходите. Каждый выходной мы проводим мероприятие. И самое ближайшее – это вечер пятницы, который уже традиционно проходит. Мы практиковали это в том году. И каждый день в пятницу мы проводили какие-то интерактивные зоны, развлекательную программу для более взрослого населения. Это привлекает очень много людей. И нам это тоже нравится. В Центральном парке также можно найти библиотеку под открытым небом, контактный зоопарк и аттракционы для детей и взрослых. Сейчас выиграли у такого медведя. В тире только что. Мальчик выиграл. Скажи, что тебе нужно было сделать, чтобы такого медведя выиграть? Просто 16 дротиков сделать. Попасть в шарики. Да. Ага, 16 подряд? Или как? Нет, всего 16 из четырех попыток. Но интересные мероприятия, конечно, не ограничиваются Центральным парком. В августе нас ждет ставший уже традиционным фестиваль «Яблочный спас». Уже третий год он будет проходить на территории Расторгуевского парка. Любителям спорта также будет чем заняться. 10 августа на стадионе «Металлург» пройдет Московский областной день физкультурника. Будет большое количество разнообразных спортивных мероприятий. В том числе пройдет оранжевый мяч. Это турнир по стритболу на стадионе «Металлург» на мотобольном поле он будет проходить. Пользуясь временным летним затишьем, в ближайшее время в Центральном парке обновят краску на аттракционах, в том числе на колесе обозрения, а также восстановят плиточное ограждение и чашу фонтана. На улице Садовой на Старой площади сейчас укладывают новое покрытие, где начиная с августа будут заниматься картингом дети из городского центра спорта. Также ко дню города появится новая спортивная площадка на стадионе «Металлург» рядом с футбольным полем. На сегодня это все. Желаю вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин